Кроме жары, красноярцев ждет и отключение холодной воды последнее в этом году. Завтра без нее с 11 вечера останутся жители Октябрьского и части железнодорожного района. На ремонт уходят сразу три водозабора. Холодное водоснабжение исчезнет на улицах Озерная, Северо-Енисейская, МРЧК, Калинина, в поселках Свэм, Афганцев, Солонсы и ЖК Наваленд. По планам воду дадут к полуночи, с воскресенья на понедельник, но в Краскоме сказали, постараются уложиться к обеду. В следующем году отключение и вовсе хотят сократить до нескольких часов. Мы в этом году сделали упор по финансированию не на сети, можно сказать, а на ремонт основного вспомогательного оборудования водозаборных сооружений и канализационных станций и очистных сооружений. Это нам позволит на следующий год не уходить в плановом режиме на остановь всех водозаборных сооружений, а то останавливать лишь на несколько часов для профилактики флораторных сооружений и так далее. Также Краском обещает в этом году закрыть перед городом все долги по благоустройству на местах ремонта. Денег выделили примерно столько же, сколько ранее тратили на обновление самих сетей. Это около 60 миллионов рублей. Мэрия тем временем проинспектировала работы в советском районе. Сегодня он считается самым проблемным в плане аварийности. Специалисты объясняют, хоть все эти здесь и самые современные, в городе нагрузка на них рекордная. В мэрии рассказали, опробуют современную технологию, при помощи которой можно не перекрывать воду и дороги. Мы определились, что это будет некий стандарт выполнения работ. Там, где большие отключения, длительный период производства работ, вот как здесь, допустим, сейчас, плюс еще 15 дней на этом участке. Но мы не можем позволить себе на 15 дней оставить жителей без воды. Поэтому такие участки будут обеспечены резервной линией, резервным водоснабжением обязательно. Продолжение следует...